приветствую вас друзья вы находитесь на канале про питер канале о недвижимости в петербурге сегодня у нас для вас очередная очень классная отреставрированная квартира в центре питера мы находимся на петроградской стороне собственно люди ее и знают под названием петроградка за моей спиной вот указатели как видите каменноостровский проспект недалеко и малая монетная улица вот что мне всегда нравилось петербурге за что я его в том числе полюбил это за название улиц такие поэтичные малая монетная просто вслушайтесь и здесь же у нас квартира квартира находится в старом доме собственно сказать про сам дом что там жили какие-то исторические личности к сожалению я не могу потому что там жили только офицеры которые работали здесь недалеко одна из улиц здесь называлась раньше морская и снимали себе квартиры подобного рода домах после недавнего нашего ролика квартира отреставрированной которая находится рядом с невским нам написал один из наших подписчиков сказал что у меня есть классная квартира для того чтобы вы могли ее снять спасибо им огромное замечательная семья молодые ребята вот смотрю на них и сердце радуется я думаю вот если такие люди такие семьи есть у нас стране значит точно все будет хорошо итак пойдемте саму квартиру итак мы попали в парадную замечательная лестница такой небольшой треугольничек который добавляет воздуха не то что знаете обычно поднялся спустился поднялся спустился одно окно которое выходит во двор и это окно парадный и что же мы здесь нашли мы нашли здесь старую историческую дверь которая скорее все никогда не менялась хоть здесь и висит номер квартиры но сейчас наружу висит замочек очень может быть сейчас это передел на в пункт ворницкую или что-то подобное интересно так начинаем мы на входе за моей спиной замечательный великолепная дверь это всегда какая-то знаете как визитка то есть когда ты открываешь тяжелую массивную такую очень приятной тяжести дверь сразу понимая что на этом не экономили дальше здесь у нас входная зона справа от меня казалось бы стена но это не так это небольшая гардеробная в гардеробной спрятан щиток справа от меня вход в одну из комнат все двери у нас скрытые все двери у нас очень высокие буквально под самый потолок здесь ход вторую комнату но туда мы пойдем позже проходя прямо мы попадаем в кухню гостиную и что интересно во первых здесь у нас раз два три четыре пять шесть шесть окон на одну комнату во вторых она очень классно зонированная у нас кухонная зона с островной кухней да вот у нас здесь возможность приготовить себе что-то покушать дальше у нас стол для того чтобы там можно было позавтракать пообедать вся мебель как вы сами видите она у нас встроена соответственно ну не знаю холодильник здесь у нас скорее всего так ведь ведь так и есть холодильник дальше замечательный стол из массива то есть вообще вся мебель и создает впечатление очень дорогой и приятной вот тактильно и проходя немножко дальше мы попадаем в зону гостиной очень мне напоминает планировку моего дома и чем она мне нравится что с одной стороны вот если мы посмотрим у нас зона гостиной она небольшая до 4 окна но сколько здесь квадратных метров ну наверное 15 вряд ли больше но из-за того что у нас рядом столовая зона и она переходит в зону кухни визуально у нас очень много пространства и вся вот эта площадь суммарно 45 квадратных метров то есть эта площадь обычной двухкомнатной квартиры здесь у нас она располагается только на гостиную и кухне обратите внимание что в квартире у нас сохранен газ то есть у нас сохранена газовая труба и у нас газовая плита и несмотря на то что газ у нас эта планировка узаконена это долго это дорого это делается через суд но тем не менее сделать это можно ну и соответственно бойлер там до горячая вода тоже здесь у них через бойлер очень интересное решение с прачечной из-за того что в принципе общая квадратура 85 квадратных метров это не так много для там двух трехкомнатной квартиры если ее делать по современным стандартам для того чтобы все можно было узаконить каким образом подошли сделали здесь стиральную зону и она не мокрая зона а санузел который был изначально его оставили на том месте где он и был и поэтому у нас получается вход в санузел через небольшую прачечную и так пройдемте что это это так это вытяжка это лампочка то у нас такой светильник по моему очень классно небольшой санузел но тем не менее очень функциональный выдержан в стилистике квартиры и что замечательно у нас ванна небольшая ванна она конечно не поражает своими размерами но я думаю что ее ставили на место старой ванны где она была там и поставили для того чтобы все можно было узаконить так как дом в котором располагается эта замечательная квартира находится на петроградской стороне центр города петроградский остров здесь на улице может быть и шумно и пыльно поэтому вентиляция у нас реализована через вот такие фильтры которые мы можем открыть закрыть и если мы закроем полностью окна окна здесь стоят тоже очень очень недешевая у нас не будет никакого шума то есть будет абсолютная тишина вы не забывайтесь толщина стен полтора метра это полноценный старый фон с классной парадной вентиляция у нас помогает нам здесь дышать свежим воздухом и так пойдемте посмотрим жилые комнаты и так основная спальня 17 квадратных метров везде высокие потолки изначальная высота потолка было три метра но при ремонте его немножечко снизили для того чтобы более логично и было сечение в самой комнате ну еще была потребность например сделать скрытые крепежи для шторм для гордин 17 квадратных метров на этих квадратных метрах у нас уместилась еще и гардеробная вот гардеробная мне тоже очень нравится обратите внимание на видеть такая стильная с отдельной подсветочкой не очень большая здесь буквально не знаю пять квадратных метров но тем не менее все логично разложено все можно сюда убрать с учетом того что здесь живет не очень большая семья до из двух молодых людей это вообще вот что меня очень радует что молодая семья сделала для себя классный ремонт в старом фонде и на мой взгляд это идеальная квартира для семьи из двух может быть трех человек когда у них появится еще один ребенок у них есть еще одна спальня мы сейчас ее посмотрим но в целом если говорить о квартире в центре но на мой взгляд это вершина потому что лучше этого может быть только загородный дом потому что любая новостройка это будет все равно не то там не будет на стоящих кирпичных стен там не будет такой тишины там чаще всего не будет таких видов из окон как здесь пойдемте посмотрим последнюю комнату 2 комната используется как кабинет здесь работает у нас глава семьи здесь у нас диванчик куда наверно можно разместить гостей которые не захотели уходить после какого-нибудь мероприятия и единственная комната с одним окном всего девять окон в этой квартире и что мне нравится здесь все окна выходят на фасад здания потому что если вы помните очень часто мы снимаем квартиры в старом фонде и часть окон у нас идет фасадная часть окон у нас идет в двор колодец здесь все окна выходят на фасад это здорово также здесь у нас небольшая библиотека которая должна быть в любом доме так друзья спасибо вам за просмотр я надеюсь вам понравилась эта квартира мне потому что лично очень понравилось кому понравилось ставьте лайк если у вас есть свои интересные объекты которые вы могли бы нам предоставить для того чтобы мы разместили их на канале сняли классный интересный сюжет пожалуйста пишите все контакты есть подписывайтесь на канал до свидания